В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Всемирный день борьбы с аллергией отмечается 8 июля. По этому поводу у нас в гостях Александра Власова, врач-аллерголог-иммунолог, заведующая аллерго-респираторным центром Владивостокской поликлиники номер 3 и Константин Ветцель, медицинский психолог отделения психотерапии и медико-социальной помощи поликлиники номер 3. Добрый день, дорогие доктора! Добрый день! Александра Олеговна, первый вопрос вам. Что же такое аллергия, раз у нас день борьбы с аллергией? Что это такое? Аллергия – это повышенная чувствительность, то есть сенсибилизация организма к различного рода чужеродным агентам, то есть аллергенам. В роли аллергенов могут выступать различные агенты – и бытовые, и пыльцевые, и плесневые, и пищевые, и многие другие. Также в роли аллергенов могут выступать так называемые вещества, которые называются гептенами. Это вещества, которые, попадая в организм человека, ведут себя как аллергены. Например, бытовая химия, различные красящие средства. В настоящее время аллергия считается – это дефект в иммунитете, дефект в иммунной системе. Поэтому заболевания аллергические прогрессируют, происходит тенденция к их росту, и таких людей становится все больше и больше. Поэтому они обращаются за помощью к соответствующему специалисту. То есть тенденция в мире, в России, в Приморье к росту заболеваемости есть? Да, все верно. Не только в России, но и по всему миру. Это связано со многими факторами, в том числе с экологией, со стрессовыми факторами. Потому что люди живут в индустриальном городе, подвергаются ежедневному стрессу на работе, находясь в пробках и так далее. Плюс тут срабатывает еще гигиеническая теория. Я имею в виду то, что на человека влияют многие факторы. Мы много используем бытовой химии, поверхностно-активных веществ. Плюс экологические факторы тоже имеют место быть и так или иначе влияют на роль развития аллергических заболеваний. То есть аллергия – это тогда, когда мы зачесались неожиданно вдруг и зачихали, я не знаю, может быть, глаза заслезились. Вы все верно говорите. Симптомов аллергии очень большое количество. И могут проявляться в виде кожных симптомов, что вы называли, перечислили. И высыпания различной локализации. И могут быть вот сейчас очень актуальны, учитывая период цветения пыльцы деревьев. К нам обращаются как аллергологам, иммунологам и взрослые. И дети на прием с жалобами по поводу заложенности носа, зуда в носу, чихания, кашля, зуда глаз. В общем, симптомов очень много. Они очень обширные. Поэтому надо за ними следить и наблюдать. И если такие моменты будут беспокоить человека, надо обращаться на прием к соответствующему специалисту, чтобы подтвердить уже этот диагноз. И уже понимать, что с ним дальше делать, как жить, чтобы вести нормальный образ жизни человеку. А к специалисту всегда надо обращаться? Мы же зачастую как? Ну, зачесалось у нас что-то, да, само пройдет. Или там таблеточку какую-нибудь, которую все знают, выпью и тоже пройдет. Как врач-аллерголог-иммунолог я, конечно, призываю не заниматься самолечением, да. А определиться со спектром аллергенов, со спектром сенсибилизации, это можно сделать только у специалиста на приеме. Потому что если не лечить аллергическое заболевание или не вовремя его начать лечить, могут быть нежелательные последствия для всего организма в целом. И это отразится и на качестве жизни больного. Потому что если вы уже сказали, вот в симптомах, да, по поводу заложенности носа, зуда, чихания, такого не очень человека приятно видеть на рабочем месте. Учитывая нынешнюю обстановку, мы уже боимся каких-то вирусных инфекций. Да, поэтому лучше своевременно это обратиться, понятие подтвердить, вот уже пыльцу растений. У меня есть такие пациенты, которые знают, что у них вот на пыльцу растений, а они цветение имеют с такого-то месяца по такой, и заблаговременно ко мне подходят на прием, где я назначаю препараты, как сказать, профилактировать. И когда уже начинается синтезоносцветение, они себя чувствуют вполне себе хорошо, ведут активный образ жизни, это не мешает им путешествовать, ездить за город. Как мы с Константином вот перед эфиром говорили, он рассказывал, как тренируются. Погребли, и они активные тренировки проводят за городом, да, где есть и море, и в то же время есть и лес, и цветение. То есть если у человека поленос, аллергический ренит, вызванный пыльцой деревьев, то если он подходит заблаговременно на прием к аллергологу, и тот назначает ему терапию профилактического характера, профилактического профиля, то в сезон цветения он не вынужден сидеть дома, ставить сетки на окна и не выходить на улицу. Он ведет активный полноценный образ жизни. Константин Викторович, вот Александра Олеговна уже обозначила, что одним из факторов, влияющих на развитие аллергии, может быть стресс. Это так? Такие случаи бывают. Здесь в любом начинать нужно именно с врача-иммунолога-аллерголога, но бывают такие моменты, что явного аллергена нету. Вот просто нет и все. То есть прошли все обследования у аллерголога в аллерго-респираторном центре, например, кому-то насечки сделали, кому-то еще что-то, как это обычно происходит, да, и все, нет этого аллергена. То есть, да, непосредственно аллергия сама есть, да, это красное что-то, зуд где-то, да, вот это вот все есть, то есть приходишь к аллергологу-иммунологу, оккупируется симптоматика, человек вроде чувствует себя нормально, да, но аллергена нигде найти не получилось. И вот здесь уже я и коллеги, мы вступаем уже в свое, как говорится, право, вот, пытаемся найти именно стрессовую какую-либо ситуацию, и их очень много разнообразных. Так как наша жизнь очень стремительно меняется, да, то вплоть до того, что были такие прецеденты, когда именно работа, а именно даже не работа, а больше отношение к работе человека просто возбуждало в нем аллергические реакции. То есть, если очень грубо говорить, то организм говорит, все, ты наработался, вот на тебе болезнь, а когда люди болеют, что они делают? Они отдыхают, иди отдыхай. То есть, и таких случаев достаточно много, и их количество растет. Можно я по этому поводу добавлю немножко поумничаю. Вот не зря говорят все болезни от нервов. Идет сильная взаимосвязь нервно-иммуно-эндокринной системы. И к нам пациенты перед какими-то важными событиями в жизни с обострением обращаются. Кто-то диплом идет защищать перед свадьбой. Происходит срыв, и они, ну, весь букет заболеваний начинает свести. В том числе и аллергических заболеваний. Поэтому, когда наша нервная система, есть два процесса, да, возбуждение и торможение. Когда она перевозбуждена, в том числе и на работу. Вот Константин сказал про работу. Организм говорит, стоп, а некоторые так и говорят. У меня, наверное, аллергия на работу. Не можем найти какой-то аллерген. Аллергенов просто нужно понимать, их великое множество. Их очень много. Но все обследовать невозможно, да и не нужно в принципе. Но по поводу взаимосвязи нервно-иммуно-эндокринной системы, в плане эндокринной системы, женщины более этому подвержены, потому что из-за гормональных своих моментов они испытывают большую нагрузку. Но в принципе они более психоэмоциональные. И поэтому их больше на прием обращается с этими жалобами. И я заметила такой момент в своей практике, когда пациент параллельно наблюдается и проходит лечение у аллерголога-иммунолога, и параллельно ходит на индивидуальные, но групповые сеансы терапии к нашим клиническим психологам. И вот тогда, когда мы держим комплайнс между нашими специалистами, тогда максимальный эффект в терапии таких пациентов случается. То есть можно сказать, что существует психосоматическая аллергия? Или как это называется? Во-первых, психосоматика – это наука целая, и поэтому так сказать, естественно, можно. И по этому поводу написано уже очень много статей и много книжек о том, что есть варианты, когда человек сам у себя, с собой это делает. То есть если мы возьмем другие аспекты, есть, например, диагноз термоневроз, где человек самостоятельно у себя повышает температуру тела и давление, и в принципе это несложно. Да, есть такие диагнозы нейродерматиты. Кожа – это самый большой орган организма, на нем очень много рецепторов болевых, двигательных, чувствительных, температурных. У женщин один сантиметр их два раза почти больше, чем у мужчин. Естественно, когда мы целый день нервничаем на работе, не показываем это, да, ведем себя достойно и прилично, когда домой приходим, вечером садимся перед телевизор, начинается вот этот генерализованный зуд по телу. Как бы, ну кожа как индикатор, говорит, со мной что-то не в порядке. И мы причину найти не можем, и когда именно психолог поработает, найдет причину, корень проблемы, ее разберет, то и без медикаментов это все проходит. Поэтому это очень важно. Обязательно ли наличие психотравмы при этом какой-то? Вообще, как правило, психотравматическая ситуация присутствует. Иногда ее как бы нет. То есть, ну тут вопрос сложный, но в принципе не обязательно. То есть иногда человека могут просто напугать или еще что-нибудь случится. Но вот как правило, ну это согласно теории, лично моя практика сводится к тому, что психотравма есть всегда. Даже, то есть если человеку просто что-то сказали, ну вот там подруга говорит, ой, знаешь, а вот сейчас вот цветы такие вот зацвели, я вот читала, что все. То есть для человека вот этот моментик, он уже является травмирующим. И непосредственно для других это, ну, мелочь какая-то, да, а вот для нее это очень важно. Прям совсем-совсем. Люди очень сильно и бодро на это реагируют. То есть для каждого человека утеря контроль над ситуацией, это прям стресс-страсть. И есть люди, которые с этим способны справиться, есть люди, которым с этим очень тяжело справиться. И вот это вот дополнительно влияет. Ну, я так понимаю, что сама психотравма, она может вылиться вообще в любую психосоматику, не обязательно, это будет аллергия. Если вот тоже опять грубо говорить, если взять в интернете посмотреть, там целые таблицы есть. Если у тебя болит там то-то, если вдруг это не медицинское что-то, это значит у тебя вот такая-то эмоция, там ты ее подавляешь. Если там то-то, ну, то есть этой информации очень много. И в принципе, действительно, да, если постоянно говорить себе, что я не перевариваю эту ситуацию, да, может вылиться в болезнь живота. Если где-то что-то там у тебя проблемы с контролем или на тебя переваливает ответственность, начинает болеть шея. То есть это именно практика уже. То есть с такими случаями сталкиваемся. И, естественно, аллергия не исключение. Мне кажется, мне надо к вам сходить. Александра Олеговна, 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. А для чего он нужен вообще? Да, все верно. 8 июля принято отмечать день борьбы с аллергией по решению Всемирной организации аллергологии. Всемирной? Да, да, Всемирной организации иммунопатологии. Он создан с целью информирования населения о симптомах аллергии и о мерах борьбы и профилактики с ней. Симптомы мы уже перечислили основные. Это чихание, это зуд. Что еще бывает? Вообще симптомов очень много, да. Проявляется очень разными вариантами. Если мы говорим об аллергическом ремите, бронхиальной астме, то, конечно, происходят симптомы со стороны органов дыхательной системы. Мы уже перечисляли, да, это жалобы по поводу носа, кашля и так далее. Часто обращаются пациенты с жалобами по поводу кожи. Если мы ставим диагноз дерматит, крапивница различного происхождения, в том числе и аллергическая, то это жалобы по поводу высыпаний. И опять же, бывает, как сказать, к аллергологу обращаются, у пациента возникла степь, он же не понимает, аллергия это или нет, правильно? И он обращается к аллергологу, как правило, потому что, ну, это, что греха таить, модное заболевание. О, у меня аллергия, у меня аллергия. И мы проводим дифференциальную диагностику. Если мы не подтверждаем аллергию, то не означает, что мы пациента отпускаем, мы его ориентируем, куда ему дальше обратиться. К дерматологу, к каким-то смежным специалистам. Также аллерголог занимается лечением различных видов аллергии, их очень много. Это и со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны аллергических конъюнктивий, то есть воспалительные процессы со стороны глаз. Ну и плюс мы, как аллергологи-иммунологи, работаем с большим количеством иммунопатологий, да? Может, в следующий раз как-нибудь об этом поговорим. То есть такое есть, что на фоне это как аутоиммунное? Аутоиммунное – это занимается врач-ревматолог. Но к нам такие пациенты с аутоиммунными заболеваниями обращаются как иммунологу. И мы тоже этой проблемой занимаемся. Если мы говорим ещё параллельно с клиническим психологом, то мы как иммунологи занимаемся лечением хронической рецидивирующей герпетической инфекции. И вот как раз-таки герпес – это такой вирус, который поражает по ходу нервных волокон, и он обостряется очень сильная взаимосвязь на фоне стресса, на фоне нервных факторов. Поэтому этим мы тоже занимаемся. И опять же, таких же пациентов тоже мы отправляем клиническим психологам. И могу сказать, что если несколько лет назад, если пациент уговорил на приёме, что вам рекомендовано бы посетить клинического психолога, мы вам дадим адрес, номер телефона, поможем организовать запись, то немного люди обижались, они не очень привыкли. То сейчас у меня есть такие пациенты, которые сами просят, сами понимают свои проблемы и говорят, а вы можете посоветовать, куда, кому обратиться? Это очень хорошо, я очень радуюсь, потому что я вижу, что человек нацелен на выздоровление, и он готов использовать разные способы, разные методы. И я уже вижу, что у такого человека получится прийти либо к выздоровлению, либо к стойкой ремиссии заболевания. И действительно получается, не только таблетками это всё копируется? Да, да, однозначно получается. У кого-то получается именно в совокупности наше лечение. Это что же психологические моменты? Аллергические заболевания, они хронические. Хронические, как сказать, я пример привожу всегда пациентам, пример заболевания хронического гастрита. То есть если у человека хронический гастрит, это же не означает, что он всё время за живот держится и ничего делать не может. Если он соблюдает диету, грубо говоря, не пьёт алкоголь, не пьёт кофе, посещает регулярно гастроэнтеролога, то он живёт здорово и счастливо. Тоже касаемо и аллергии. Если он регулярно наблюдается, то у него может заболевание не обостряться, может быть стойкая ремиссия. Поэтому, учитывая, что это хроническое заболевание, такие пациенты годами принимают препараты, тоже может сформироваться такая психологическая доминанта, что у меня лежит ингалятор в сумке, мне хорошо. А вот его нету, я психологически знаю на подсознательном уровне, что его там нету, у меня может начаться приступ астмы. Поэтому с этим тоже нам помогают работать наши психологи. Благо опыта в этом плане очень много, потому что если мы возьмём заболевание другое, которое похоже на то, что Александр только что объяснял, это панические атаки, когда человеку ни с того ни с сего становится страшно, и он просто не понимает, что с ним происходит, и там люди с собой, те, кто годами подвержены, они с собой носят аптечки и давление мерят. То есть первый номер, который набирается, это номер скорая. То есть вот так вот. И без этого всего, без кучи вот этих ритуалов, человек себя не то что неуверенно чувствует, он начинает бояться. Пример очень простой о том всего. Вот каждый человек когда-нибудь думал, что он не закрыл дверь. И ты выходишь, и вот, и всё. Это то весь день теперь. Вот ты будешь думать о том, что ты вернёшься, а в квартире уже ничего нет. Я расскажу вам одну историю, перебью вас. У меня была как-то, я забыла дома зонт, вернулась за зонтиком, подумала, что не закрыла дверь, вернулась снова, потом вспомнила, что кажется, я что-то там не выключила утюг, вернулась ещё раз, в общем-то длилась три раза. Я вас на самом деле поздравляю, вы очень эффективно поступили, потому что вот так делать и надо. Да, потому что иначе, весь день ты будешь об этом думать, переживать, вернёшься, оказывается, что дверь ты закрыл, выдохнешь и всё. И мозг вот это запомнит и будет впоследствии вот каждый раз напоминать тебе, что скорее всего ты не закрыл дверь. То есть он будет считать, что он делает тебе так лучше. На самом деле ты будешь маяться очень долго, поэтому забыл, вернись, проверь. И всё. Потом иди думай, ну я же на автомате закрывал и всё. То есть вполне возможно, что подобных мыслей в следующем будущем не выйдет. То есть лучше сразу отмести эту проблему. Узнал лайфхак, что некоторые, когда выключают утюг из розетки, фотографируют, чтобы потом на работе, когда такие мысли появлялись, он доставал фотографию, посмотрел, убедился в том, что он точно выключил и уже спокойно себя чувствовал. Это прямо здорово. А как с аллергией работают психологи? Как работают аллергологи? Ну, более-менее понятно. Ну, вообще здесь первое, вот я уже упоминал, что информации уже много, есть целые таблицы, вроде как всё стандартизировано, но на самом деле очень индивидуальный подход. То есть до этого всего начинаешь просто человека расспрашивать, что, как, где, когда, почему, что он по этому поводу думает. И там уже в зависимости от ситуации и метода, в котором работает конкретный специалист. Если специалист работает с метафорическими картами, он действует с помощью метафоры. Если там ещё как-то по-другому, то это по-другому. Методов очень-очень много, всяких разных, но подход всегда индивидуален, потому что, во-первых, человек не всегда понимает, почему это происходит. Потому что, опять же, мозг штука такая, он тебя защищает до последнего вообще. И часть этой защиты, он делает так, что ты игнорируешь очевидную информацию, да, поговорка. В чужом глазу соломинку увижу, в своём бревна я не замечу. Вот оно. То есть это вот так. И зачастую именно тут вот психолог и нужен, как таковой, потому что это человек, который относится к этому как-то без эмоций, без ничего, и который может указать на то, что происходит вообще вокруг. То есть если берём проблему, то есть заболело за работой, вот смотрите, у вас случаются стрессы каждый раз после того, как вы то-то, то-то, то-то сделаете. А вам не кажется, что это причина? И выясняется, что да. То есть очень часто такое бывает, что человек либо не любит свою работу, либо для него работа очень сложная, потому что он не совсем уверен в результате. И там начинается он... Колебания. Да, и как правило, такие люди горят очень много. Опять же, то есть у нас из-за привычек меняется отношение. То есть сначала ты шёл работать, хотел бы научиться рисовать, и всё, и ты видел себя художником, и у тебя замечательно получалось. Ты приходишь, а тебе говорят рисуй шар. Я вчера рисовал шар, и сегодня тоже ты будешь рисовать шар. Да, и у человека негативное отношение к рисункам, и он, естественно, это дело может и бросить потом в конце, если не случается что-то хуже. Он может начать их поедать, как мне так и бывает. И здесь, в вопросах аллергии, оно именно вот так вот и происходит тоже. Просто организм даёт возможность тебе поболеть. Неужели настолько наш организм так устроен, что, условно говоря, не хочу я идти на работу, но на тебе, получай аллергии. Он очень умный, он очень изворотливый. Я ещё хотела ремарку вставить. Я обратила внимание, что мы всё говорим, мы всё-таки как про взрослых говорим, что работы и так далее. А мы про детей дальше. Про детей, да. Вот ещё хотелось бы сказать, что дети же тоже подвергаются таким вот атакам аллергическим из-за проблем в семье, из-за буллинга в школе, из-за… Я давно уже стала обращать внимание, что вот в мае много детей приходит, и в сентябре, в мае, когда происходит сдача экзаменов, да, и в сентябре, когда после летних каникул ты отдохнул, пришёл в школу и такой достаточно объёмный большой поток информации поступил, да, это тоже на… Тем более, особенно в пубертатном периоде, да, на неокрепший детский головной мозг, на нервную систему такое сваливается, и тоже может происходить обострение аллергического заболевания. Мы вроде не понимаем, мы лечим, и ребёнок соблюдает гипоаллергенную диету, гипоаллергенный быт, а почему же ремиссия стойкая не наступает? Тогда мы уже начинаем расспрашивать родителей, а где живёт ребёнок, а с кем живёт, а как у него дела в школе, занимается ли какими-то кружками, куда-то ходит, какие-то секции посещает или нет. Это тоже очень важно. А дети, кстати, они более аллергичные, чем взрослые или нет? Потому что я вот была, допустим, я по себе помню, я была аллергичным ребёнком, меня постоянно вводили куда-то, какие-то пробы делали зачем-то, лишнюю конфету не давали съесть. Сейчас у меня по части аллергии всё в порядке. Ну, иногда бывает, я там почешусь. Я вот гусениц боюсь, увижу гусеницу, всё, чесаться начинаю. Вообще, дебют аллергических заболеваний происходит в детском возрасте. До 20 лет человек уже знает, что он аллергик. И когда приходит взрослый, зрелый человек, впервые на приёмник, когда ничего не беспокоило, тут надо уже звоночек в голове включить, аллергия там или что-то другое. Поэтому, почему в детском возрасте эта реализация происходит? Потому что аллергия является генетическим, то есть наследственным компонентом. Поэтому мы всегда тщательно собираем наследственный анамнез на приёме. Страдает ли мама, папа, какие-то родственники, сёстры, братья аллергическими заболеваниями. То есть там у папы, может быть, это аллергический ренит, там у бабушки, дедушки, там крапивница хроническая, к примеру. Тогда, конечно, повышается риск того, что в такой семье родится ребёнок с какой-то предрасположенностью к аллергии. Если вот в вашем детстве занимались родители вами и лечили вас, и вы как раз-таки пубертатный возраст этот весь переросли, и сейчас нету каких-то профессиональных вредностей, там соблюдаете диету, то, конечно, у вас ремиссия, и всё хорошо и здорово. Но некоторые люди, кто часто переезжает из города в город, меняет страну и так далее, конечно, они больше в группе риска. Но аллергию можно вылечить вот только препаратами или нет? Вообще аллергию нельзя вылечить. Раз мы говорим, что это наследственный генетический компонент, гены-то мы вам не поменяем, вы с ними родились. Но просто кто-то с ними родился, и эти гены спят всю жизнь, и всё. А у кого-то триггерным, провоцирующим фактором, в том числе нервным, может выступить, и произойдёт реализация аллергического заболевания. Но опять же я говорю, что у кого-то ремиссия может быть и 10, и 20 лет. Есть меры, как сказать, излечения аллергии, чем мы занимаемся. Это так называемая аллергеноспецифическая терапия. Выявляется причина, значимый аллерген, например, клещ домашней пыли. Как бы это ни было парадоксально, мы начинаем человека лечить этим аллергеном. Мы вводим в его организм нарастающие дозировки этого аллергена, и иммунитет начинает формировать толерантность, он начинает привыкать. И в какой-то момент времени наступает неотвечаемость. И тогда человек избавляется от аллергии. И такое бывает. А чем опасна аллергия? К чему она в итоге может привести? К летальному исходу может привести? Анафилактический шок, жизнеугрожающее острое состояние, которое происходит моментально. Может быть, и на инсектные какие-то, то есть укусы каких-то насекомых, допустим, перепончатокрылых, на лекарственные препараты, конечно. Может быть, не очень такие последствия, и острые реакции, острый ангиотек, различная локализация. Если это будет отек горла, и вовремя не оказать помощь, может даже быть летальный исход. Но и самое страшное, это анафилактический шок. Аллергия психосоматическая может к таким страшным последствиям привести или всё-таки нет? Ну, статистически об этом сложно достаточно говорить. Вот вы, например, спросили, кто там больше болеет, кто чаще. Здесь надо понимать, что помимо всего, то есть как это работает. У ребёнка что-то, например, воспалилось, родитель – всё, пойдём. У родителя что-то воспалилось – а, само пройдёт. И вот уже цифры немножечко не те. Здесь то же самое. Потому что, во-первых, хоть организм умный и хитрый, он что-то приводит, но в любом случае защитные реакции какие-то у него есть. Вот опять же, если приводить, например, паническую атаку, то там в конце вступает норд-дреналиновая система, которая гасит действие адреналиновой. И получается, чтобы организм не перегорел. То есть это уже там всё опробировано, доказано. И вот здесь, если брать именно психологическую составляющую, то тоже организм не допустит, чтобы он сам себя уничтожил. Но в целом, опять статистически это подтвердить, не так-то просто. Я опять же ещё хотела тоже сказать, если мы говорим про мужчин, женщин, детей сейчас, кто чаще страдает. Но я не уверена, что если у мужчины какая-то сыпь появится на руке, что он в течение, да, в этот же день или в течение недели пойдёт. А женщины всё-таки следят за собой, их беспокоят, свой облик, свой внешний вид. Естественно, они более переживательны по этому поводу и более следят за состоянием своей кожи. Естественно, они быстрее обратятся на приём к специалисту. Поэтому, наверное, и выявляемость такая. По статистике женщины, наверное, болеют чаще. Этот момент тоже надо учитывать. А бывают ли выгодные аллергии? Очень много. То есть, по факту, если это психосоматоз, то они так или иначе выгодны человеку и он, считай, болеет, потому что ему надо. То есть, его организм искренне верит в том, что ему это нужно. Потому что, когда конфликт идёт какой-либо внутриличностный, то болезнь просто всё это дело останавливает. И, в принципе, давайте вспомним ребят, которые не хотят идти в школу, потому что сегодня в контрольные. Или к кошке градусник, или к батарее, или в тёплый чай. О, я заболел, нехорошо себя чувствую, дайте мне таблетку, а лучше полежать. Это кокнул градусник в кружке с чаем. Здесь то же самое. К сожалению, это звучит вроде как абсурдно, но, опять же, внутри, в человеке, это ему выгодно. И именно с такими случаями мы боремся, мы показываем, что пытаемся показать. И если это удаётся, что ты на самом деле себя губишь. Всё могло быть иначе. То есть твоя жизнь могла быть больше, полнее всё. Потому что в результате, как правило, подобные вещи все начинают увеличиваться. То есть, если, скажем, в самом начале, когда только-только-только что-то подобное возникло на психологической основе, сначала это только вот здесь. Потом это расползлось. То есть ритуализация, она просто увеличивается, если вот брать именно ритуалы, как вот я приводил раньше, человек начинает носить с собой аптечки, там ещё сначала это что-то одно. Потом к этому прибавляется что-то ещё. То есть и так ритуалов становится очень много, вплоть до того, что одна из спортсменок, ну вот это важно, про ритуализацию говорим сейчас, она не могла выйти из дома, пока 30 кругов по часовой стрелке вокруг табуретки не обойдёт, вот всё, сейчас можно и выходило. То есть, и здесь наступает то же самое, потому что человек начинает переживать, он не знает, откуда сейчас ему прилетит, и всё. Таблетки с собой таскать, она боится выйти без этих таблеток. И прям людям страшно становится. А хорошо, если это выгодно, то с этим же надо как-то бороться. Ну то есть, если, условно говоря, мне не нравится работа, ну к примеру, у меня вылезла аллергия на фоне на эту работу, ну что же тогда делать, не работать теперь? Во-первых, вариантов много. Вы уже один сказали, не работать. То есть не работать именно на этой работе. На этой работе. У нас есть много вариантов, чем можно заняться. И в принципе, многие люди это победоносно показывают. Потом бывает такое, что люди меняют место жительства. Бывает такое, что люди банально у себя перестановку в квартире делают, и всё уже не так. То есть привычка уже нарушена, и как бы всё по-другому. Вот. Потом можно изменить отношения. То есть вот это, это очень... Вот это самый интересный момент. Да, потому что... Изменить отношения. Ну это очень действенный такой метод, и он непростой. Потому что мы привыкли вот так вот относиться. То, что я иду на свою скучную работу, всё. То есть, ну какое что-то. Вот. И причём здесь, как это меняется? Это меняется с самого начала. Вот я приведу пример. Тут тоже он немножечко издалека, но он покажет картину. То есть, например, я водил сына в садик. Естественно, он не любил этого делать. Ну ему просто там не нравилось. Он начинал многих родителей плакать, говорит, ну ведь вот это... Он когда приходил в сад, всё, настроения нету, всё плохо. Что я стал делать? Я стал вставать ну полчаса раньше, и мы с ним шли, останавливались у каждого кустика. Мы там смотрели на мост, мы там смотрели на гнездо, там ещё. Он приходил довольный, всё, всё, садик уже хорошо. То есть, он больше никогда не плакал. Потом мы ещё всё это дело изменили, мы с ним катались на самокате, это был наш арго. То есть, и он вообще был счастливый, довольный. И вот, то есть, и его мнения о садике изменились вот буквально с самого начала. И то же самое можно и в плане работы со взрослым человеком сделать. Да, он может увидеть то, чего он не видел раньше. У нас есть такая штука, когда одна эмоция повторяется очень часто, это перерастает в настроение. И получается, что уже ярлык на работе висит, мне там плохо. Если же человек изменит это, если он вспомнит, зачем он туда шёл, если он будет искать что-то хорошее расти, то вполне возможно и отношение к работе изменится, ярлык поменяется. То есть, и вот это очень эффективно и замечательно работает. Просто не все на это готовы, конечно. Да. Как заподозрить аллергию у себя и куда с этим идти? Заподозрить мы уже с вами говорили, да, если появляются определённые симптомы, которые мы уже неоднократно перечисляли, или есть в семье аллергики, кровные родственники, бывает так, что человек просто хочет пройти аллергообследование, может быть, кто-то планирует, семью планирует, занимается женщина предгравидарной подготовкой, то есть планирует появление малыша и обследуется на всевозможные варианты развития каких-либо заболеваний, то такие пациенты обращаются, записываются на приём к врачу-аллергологу-иммунологу, объясняют свою ситуацию, и врач уже подбирает лабораторное инструментальное обследование, которое показано данному пациенту, он его проходит и уже выявляют спектр аллергенов и дают дальнейшие рекомендации. А куда обращаться? Есть понятие такой маршрутизации. Пациент должен быть прикреплён по полису, по клинике, по месту жительства. Если это взрослый, он обращается к своему терапевту, если ребёнок идёт, соответственно, родитель к педиатру, берут номерное направление в аллерго-респираторный центр на улице спортивной 10 и записываются к врачу-аллергологу-иммунологу с номерным направлением, и там уже происходит всё обследование. Чтобы попасть к психологу, что для этого нужно сделать? Перейти сначала к аллергологу? Если это вопрос об аллергии, я бы рекомендовал с аллерголога в любом случае начинать, потому что хоть у нас и говорится, что все проблемы от нервов, но лучше начать именно с аллерголога. И там уже посмотреть по ситуации. Если это повторяется постоянно, и, как я уже сказал, аллергены просто найти невозможно, то вот здесь уже аллерголог перенаправляет. В принципе, это тоже можно сделать самостоятельно, потому что у нас есть как бюджетные специалисты, так и частные специалисты, и сейчас информация об этом всём доступна. Но лучше всего именно с врача начинать. Ну что ж, я тогда желаю, чтобы наши зрители не болели. Сейчас лето, пора обостренить, чтобы этих обострений было поменьше, наверное. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о такой сезонной особенности, как аллергия. В гостях у нас были Александра Власова, врач-аллерголог-иммунолог, заведующая аллерго-респираторным центром Владивостокской поликлиники номер 3 и Константин Вецель, медицинский психолог отделения психотерапии и медико-социальной помощи поликлиники номер 3. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин